Всем привет, меня зовут Дискодансер Ронни. Сегодня я хотел вам похвастаться своей новой беззеркальной камерой от Sony. Sony A7C. Вот тут у меня есть коробочка от неё, видите, вот она такая. Правда, коробочка это правда не от неё, и в этой коробочке на самом деле ничего совершенно нету. Купил я её с Avito, естественно, как же ещё. Если вы смотрели мои видео на канале, у меня их достаточно много такой тематики. Я очень люблю покупать всё с Avito, естественно, ради экономии. Также я часто покупаю из США. Вот, много чего я покупал, куча ноутбуков, видеокарт, плейстейшенов там. Ну, про плейстейшенов вы не знаете, но это было тоже. Это было уже давно, и тогда курс рубля был 40 рублей, а не 80, как сейчас. И тогда Сонька стоила на тот момент 15 тысяч фатка. И просто, тогда у нас их просто даже не было в России. У меня уже тут они на Камчатке были, я их уже продавал. Такие ещё глянцевые, вот, может, помните. Если вы вдруг с Соньками занимались или когда-то покупались с Соньками. То есть, самые первые, фатовские. Они ещё, наверное, где-то даже у кого-то работают. Может, уже и нет, потому что там был брак. В общем, не важно. Купил я эту вещь с Авито за 115 тысяч, около, ну, или 114 она мне вышла. Вот тут она стоит. Я её сейчас возьму нежно, красиво поставлю. Вот такая вот малышка, как вы видите. В общем, это модель англоязычная. Она с Финляндии. Дяденька покупает их в Санкт-Петербурге с какого-то там акциона, как я понял. И перепродаёт их здесь. Вот именно вот эта вещь мне вышла. 110 тысяч. Ну, и плюс пересылки, всякие переводы. Короче, плюс 5 тысяч. В общем, на 115 тысяч. Считайте, где-то так. Я её очень хотел. Я даже продал ради неё видеокарту. Спасибо Майнинг Буму за это. Что я считаю крайне очень удачно. И плюс, она новая. Она просто совершенно новая. Со всеми фиговинами. Ну, точнее, не со всеми фиговинами, как вы могли уже заметить. Коробка у меня вообще от другой модели. Также у меня в комплекте были замечательные шнуры питания. Крутой. Вот этот вот. Как он там? Ремешок. Кстати, ремешок неплохой, да. У меня были от А65, по-моему. Вот эта вся вот типа кожа, да. Или кожзам, он нахрен весь повылазил. И он стал выглядеть как какое-то говно. Хотя им, если честно, не особо таки пользовался. Ну, и странно, что он так быстро прорвался. Зарядка у меня, правда, вот такая, которая обычной розетки заряжает. Хотя с ней должна изначально быть маленький адаптер идти, который её может подзаряжать. Ну, точнее, вот как на Sony A6400, на которую я сейчас снимаю. Она может заряжать, короче, её во время, допустим, записи. Ну, допустим, можно её подключить к розетке. Там такой маленький адаптер. Ну, и фигня эта не особо удобная, как по мне. Хотя тут более крутая, точнее, вот тут, я уже запутался в камере. Тут более крутая батарея. И вот эта штука, по идее, должна её заряжать быстрее. Ну, в целом, у меня камера стоит обычно всегда в одном месте. И подключена постоянно к этому маленькому блоку питания. В общем, у меня нету такого блока питания. И мне придётся его отдельно покупать. Это плюс ещё 1000 рублей где-то вот в этом районе. Ну, на Авито их тоже можно найти. Потому что я веду стримы, если вы знаете, и вещи там не нужно, чтобы она постоянно снимала. Точнее, часа два. И не выключалась. А вот с этой фигнёй я ничего с ней не могу сделать с ней. Ну, точнее, я могу снять батарею, но без батареи, как вы знаете, камера не будет работать. Но в то же время тут можно поставить просто этот, как он там называется, скажите мне. Блин, Powerbank. И всё, всё это закрыть одним махом. В общем, из стандартного комплекта, который шёл изначально в Sony, в оригинальном Ростестовском, у меня нету вот только этого блока питания. Вот этот вот, он отдельно вообще покупается. BC-QZ1. И многие писали на него отзывы, что он выглядит, как китайское барахло. Ну, он реально стоит 7 или 6 тысяч. И выглядит он, как китайское барахло. Вот реально выглядит, как китайское барахло. Как будто ты какой-то хлам взял, вот китайцы там, Али или Джанчжоу какой-нибудь сделал там на коленке у себя. И налепил просто штампик Sony. Вот примерно такие ощущения, когда его берёшь. Нету какой-то, знаете, премиальности. И вот эта штука, она вот просто вот такая. Видите, можно её просто вставить под одним углом. Хотя вот у меня был недавно Nikon. Какой-то D7000. У неё там штука эта поворачивалась. Представляете, поворачивалась. Да, это удивительно на самом деле. Но это реально круто, удобно. То есть ты можешь её так положить, а можешь её так положить. И сюда воткнуть розетку. Это реально удобно. Не знаю, что мешало Sony сделать в таком, в столь дорогой зарядке, такую штуку поворотную. Ну, это просто удивительно. Или хотя бы сразу изначально вот этот, знаете, штекер. Который можно сразу включить в розетку. А не вот эту вот шляпу, которая, если честно, уже, как по мне, не актуальна. Хотя, может быть, кто-то со мной поспорит, что провод можно зацепить куда-то, и она повисит. Пусть там. И ты просто позаряжаешь батарею. Ну, как по мне, вот такая штука просто запихнуть в розетку более удобно. И не надо вот этих все проводов, чтобы она висела где-то. В общем, это вкусовщина. Относительная камера. Она полностью оригинальная. Как говорят, она серая. Получается, тут английский язык. Я не знаю, можно ли перепрошить его на русский. Но мне это на самом деле не нужно. Ну, и в целом, там, по-моему, ничего такого страшного, сложного и невероятного, что невозможно перевести или невозможно интуитивно понять, нет. Ну, это на мой взгляд. Вот у меня, допустим, была Sony A6300. У меня она была на английском. Я ее перевел на русский. И в итоге я что-то пользовался. Пользовался. Вот пришла мне Sony A6400. Я сейчас пользуюсь полностью на английском. Ну, и в целом, тут тоже будет английский. Я не думаю, что это какая-то проблема. Да, на нее нет никакой гарантии. Поэтому она, если сломается, все, я попал на деньги. Но, в целом, честно, мой опыт покупок с Авито и Бэя, и Амазона. Столько я всего напокупал. Ну, и пху-пху-пху, я не знаю, через лево, через правое плечо ничего никогда не ломалось. Да, конечно, есть вариант, что что-то сломается, но, блин, хрену знает. 50 на 50, все. Даже в магазине вы, когда покупаете, может сломаться. Но, честно, вот, даже европейскому качеству, я, точнее, европейским товарам и американским, которые вот там продаются за границей, я доверяю больше, чем тем, что продаются в России. Ну, то есть, если бы это была российская камера, возможно, да, она бы сломалась. Точнее, для российского рынка. Чем они отличаются, я, честно, не знаю. И почему в России могут сломаться камеры, допустим, в США, когда ты заказываешь, не ломаются они? Ну, это очень, короче, такой тяжелый вопрос. Это, наверное, только Sony знает, почему они могут сломаться. Единственное, что меня сразу смутило, я что-то об этом забыл, тут идет Steady Shoot Insight по типу А6600, которая есть вот сейчас, или 6500, там какая версия, или 6500, 6600, они, у них тоже, по-моему, эта стабилизация есть. В общем, когда вы делаете так, вот, допустим, да, вертите камеры, там что-то гремит, и сразу же появляется ощущение, что что-то сломалось. Ну, и учитывая, что я купил ее, тем более, с Avita, да, у меня сразу все упало, когда ее немножечко встряхнул и заметил, что там что-то трясется. Но ничего страшного в этом нету, это, видимо, вот так вот стабилизация и выглядит, матрица. Ну, по крайней мере, у меня такой не было никогда камеры. У меня до этого были круп-камеры Sony A6300, Nex, ну, сначала вообще все началось с Nex 5N, по-моему, потом Nex 3 у меня был, я так часто пробовал посмотреть, что у них там различия какие. Ну, я их все продал, потом Sony A6400 я купил, ой, 6300 купил с eBay за, там, какие-то 30-40 тысяч. И вот купил я недавно Sony A6400, у меня были все кроп, но никогда у меня не было полного кадра Sony. У меня был полный кадр только Canon 5D Mark II, ну, это как бы легенда, да, легендарный фотоаппарат. Короче, ну, многие о нем знают, я думаю, о нем нечего рассказывать. Вещь крутая, даже сейчас она может дать просраться многим новым фотоаппаратам. Возможно, даже в том числе и этому, ну, при хорошей оптике. Ну, видео, конечно, он вообще просто где-то вот там, знаете, в какой-то пучине бездны уже утонул. Также, если вы захотите сэкономить на камере и купить это за 110 тысяч, как я ее купил у этого дядьки, я оставлю на него ссылку, но он говорил, что у него несколько камер будет. Вот это одна из них. И мне, кстати, очень нравится вот цвет. Там она из черной, но вот это мне попалось серебристый. Серебристый. Я хотел, если честно, серебристый, но я думал, если там будет со скидкой за какие-то деньги, за такие 110-115 тысяч, я куплю любую. Вот, но мне попалось серебристый. Серебристый выглядит потрясно. На Авито, если честно, там много вариантов купить за 130 тысяч, за 128 где-то вот в этом. От 120, короче, до 150 можно спокойно взять с гарантией. Так что, ну, можно даже не обязательно идти в ДНС или в Эльдорадо, можно и там же купить, в принципе, с гарантией. И рано будет Ростест, не какая-то серая, с русским языком, все как надо. Как у четких пацанов. На этом у меня все, дорогие друзья. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и до скорой встречи. Все, с вами был Дисканат Сарон, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok